Боятся по понятным причинам. Вот тему в том числе обстрелов территории Республики Польша и в наших эфирах. Юридической реакции. Реакции в том числе будем обсуждать в наших эфирах. Возвращаемся к группе 20 съезда на Бали. Вера Константинова сейчас с нами на связи, политолог международник. Вера, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Давайте начнем с заявления, которое появилось в том числе на Reuters, раз появляется на средствах массовой информации общий стейтмент от группы 20. Как бы вы его охарактеризовали? Давайте с такого начнем, потому что оценок уже есть огромное количество. И они не самые позитивные для группы 20. Ну я вообще удивлена, что это заявление все-таки удалось согласовать и выпустить в эфир, скажем так. Поэтому очень большой плюс индонезийской дипломатии и Индонезии как принимающей страны. А касательно тональности и касательно самого текста, я приветствую там некоторые формулировки касательно российской агрессии против Украины. В то же время действительно, как пишет той же Reuters, что есть расхождение в плане эксцентов, скажем так, в этой декларации. Поэтому для меня очевидно, что это прогресс, это прорыв. И признание того, что Россия есть проблема не только для Украины или западного мира, но это проблема глобальная. И от нее страдают те же страны глобального юга или страны Азиатско-Тихоокеанского региона от ее деструктивных действий. Поэтому я считаю, что это максимум, что могло бы, скажем так, выйти в эфир по результатам данного саммита. Действительно, многие лидеры еще не готовы говорить о том, что России не место в G20. И следовать по пути Большой Восьмерки, которая в 2014 году истучила Россию и превратилась в Большую Семерку. Вера, вот зацитирую совместную резолюцию, очень коротко, которую сейчас как раз приняли. Страны-члены G20 решительно осуждают агрессию со стороны Российской Федерации против Украины и требуют полного и безоговорочного вывода войск с территории Украины. Конец цитата. Это говорится в сообщении. Но, в свою очередь, опять же, мы опять стыкаемся с тем, что все эти резолюции имеют рекомендационный характер. И в силу того, что тут указано G20, то есть включая Российскую Федерацию, осуждают агрессию Российской Федерации против Украины. Как с этим быть? То есть Российская Федерация тоже подписала эту резолюцию? Я думаю, что она ее не подписала, потому что господин Лавров уехал ранее, нежели закончился весь саммит. Ну и мы помним, чем у нас вчера закончился весь день. Постоянные обстрелы и массированные обстрелы украинской территории с попаданием ракет и на территорию страны-члена НАТО. Поэтому я думаю, что Россия как раз... Почему Лавров уехал раньше? Именно потому, что финальный текст этой декларации уже был более-менее согласован. И общая атмосфера на саммите. Как известно, Лавров сумел встретиться исключительно только с представителем Китая и генеральным секретарем ООН. Это весь набор уникальной российской дипломатической активности на саммите. Ну, в принципе, результат, как видим, многие страны переоценивают свое отношение к России и ее место в этом глобальном миропорядке. По сути, мирный план, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, он является, кстати, еще и реформой организации объединенных наций о формуле мира. Владимир Александрович говорит уже не впервые. Скажем так, можно ли назвать вот и, собственно, встречу на Бали формулу мира от Зеленского таким шансом на перезагрузку системы мировой безопасности, системы политической? Единое понятное дело нет, но, тем не менее, той, которая причисляет, наверное, себя к более цивилизованной, скажем так. И можно ли сказать после встречи, давайте, наверное, стейтмент отложим, это отдельная тема заявления, вот этот документ сам по себе, более для того, чтобы был, наверное, даже так можно о нем сказать. Но о реальных результатах мир будет перезагружен. Ну, когда мы говорим мир, в том числе имеем в виду войну России против Украины, неиспровоцированную войну. Вы знаете, тут есть очень сложная ситуация с точки зрения, мне кажется, даже дипломатических усилий, потому что, с одной стороны, Россия до сих пор присутствует в некоторых ключевых органах ООН, и это Совет Безопасности в частности. Поэтому с правом вето такие вчерашние массированные обстрелы украинской территории, страны, которые сейчас есть постоянные члены или непостоянные члены Совета Безопасности ООН, они должны отреагировать, я кто скажу, наложенным чином, в правильном порядке. В то же время Россия многие вещи блокирует, и есть определенное понимание на международной арене, что еще необходимы дополнительные усилия. И, кстати говоря, касательно формулы мира, она в принципе деиздатная, но есть большой компонент политической воли тех стран, которые не являются частью, скажем так, западного мира. Поэтому, как только эти страны будут готовы взять на себя часть ответственности за следующие, скажем так, десятилетия миропорядка, я думаю, что как раз эта формула мира будет практически имплементирована. В то же время мы понимаем, что без поддержки этой формулы мира со стороны Китая, со стороны Индии, других стран, других регионов, в том числе Саудовской Аравии, как лидера Ближневосточного региона, имплементировать эту формулу нужно будет постепенно. И вот эта постепенность, скорее всего, будет иметь измерением для нас, украинцев, продолжающаяся агрессия и постоянные обстрелы. Поэтому по понятным причинам мы можем сейчас говорить о том, что там вопросы экоцида, влияние войны на климатическое соглашение, влияние войны на защиту климата, влияние войны на глобальный миропорядок и экономическое измерение. Это все объединяющий фактор. И вот этот аргумент, я думаю, может служить усиляющим таким элементом для нашей дипломатии. О китайской позиции огромное количество западных СМИ писало о том, что самая важная встреча будет происходить между Джозефом Байденом, президентом США, и главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. В Foreign Policy вышла статья, которая называется о том, что встреча Си Байдена может помочь этот стата положить конец деструктивной изоляции Китая. Потому что Пекин якобы намеренно отрезали от всего другого цивилизованного мира. По вашему мнению, вот такая встреча, она на самом деле положила ли конец этой деструктивной изоляции Китая? Изолировал ли Китай по воле вот этих вот страшных сил Запада, скажем так? И вот после встречи о необходимости, о важности и возможности взятия Китая на себя, вот ответственности, в том, чтобы, ну простите за грубость, не дипломатически скажу, но угомонить Владимира Путина и его приспешников? Вы знаете, по факту это была ключевая, наверное, встреча на полях саммита. Единственный еще нюанс, планировалась сегодня встреча премьер-министра Британии Риши Сунака с лидером Китая, но из-за вчерашнего инцидента польского по сообщениям по официальным, из-за напряженности в графиках, эта встреча не состоялась. Поэтому мне кажется, что как раз G20, форум G20, пока еще G20, это был тот необходимый шаг с точки зрения стабилизации мирового порядка, где будут присутствовать и Китай, и такие лидеры, как Индия, и там Саудовская Аравия. Это элемент глобальной дипломатии Соединенных Штатов. И по понятным причинам эта встреча была ключевой для интереса Соединенных Штатов. Именно Китай, как тоже постоянный член Совета Безопасности ООН, как страна, которая есть экономическая сила, она тоже подвержена деструктивным действиям России. И вот объяснить это китайскому лидеру, учитывая, что встреча состоялась после... Это первая личная встреча между президентом Байденом и Си Цзиньпинем, был единственный телефонный звонок, видеосвязь, так сказать. Но это первая встреча лично, и она очень важна не только для Соединенных Штатов, но и для Китая. Потому что сейчас та ситуация, которую Россия создала на Европейском театре действий, эта ситуация очень показательна и для других стран, которые имеют определенные территориальные претензии. Вера, небольшое уточнение. По вашему мнению, диалог сам с Китаем, Си и Байдена, это не тактика уступок Пекину? Я думаю, что нет. Это тактика поиска конструктивного общего. А конструктивное общее — это как раз мировой порядок, который основан на международном праве. И Китай на этом неоднозначно постоянно акцентирует. В том числе и это вопрос решения, скажем так, территориальных претензий России к Украине. Это важный был месседж, потому что визит канцлера Германии Олафа Шольца как раз критиковали якобы за то, что его поездка — это попытка как-то упростить диалог и не смотреть на проблемы, которые есть в самом Китае. Я напомню, что миллион уйгуров сидит до сих пор в концлагерях Китайской Народной Республики и уважение к уставу ООН для Китайской Народной Республики. Но это, как мне кажется, что-то из отдела фантастики совсем. Исходя просто из количества уйгуров, права которых ныне нарушаются. Они просто права и вообще вопрос их жизни. Вера, спасибо вам огромное за ваш комментарий. Мы будем возвращаться к теме G20. Также всегда вас рады видеть в нашем эфире. Я напомню, Вера Константинова была с нами на связи, политолог-международник.